Казахстан на пороге дефицита ресурсов добывающей промышленности. Сегодня на коллегии Министерства индустрии и новых технологий премьер-министр Серик Ахметов раскритиковал работу КАЗ Геологии. Глава Кабмина отметил, что все известные месторождения были разведаны еще Канышем Садпаевым в 50-е годы. Какой выход видят чиновники и что предлагают эксперты, выяснял Болот и Белкасимов. Горнодобывающую промышленность начинает лихорадить. Мало того, что спрос на продукцию металлургических комбинатов в мире падает, так еще и запасы месторождений в стране вот-вот закончатся. Об этом сегодня на коллегии Министерства индустрии и новых технологий сказал премьер-министр Серик Ахметов. За последние 20 лет не разведано ни одного крупного месторождения твердых полезных ископаемых, а известные уже истощаются, качество и реал ухудшается. Но мы видим по медному концентрату. Кстати, буквально на этой неделе министр нефти и газа Узагбай Карабалин уже огорошил казахстанцев. Его прогнозы по объемам добычи газа оказались весьма пессимистичны. Главный нефтяник страны заявил о грядущем дефиците голубого золота и отметил, придется экономить. Мы должны ставить приоритеты. Какие регионы, которые, естественно, ближе находятся к источнику газа, наверное, будут в первую очередь продолжать газифицирование. А те, которые находятся в регионах, где нет собственного ресурса газа, тогда рассчитывают на транспорт и доставку газа из газовых регионов. Казахстану нужно форсированными темпами развивать перерабатывающую промышленность и аграрную отрасль. Эколог и общественник Мусагали Дуамбеков уверен, ориентация экономики на полезные ископаемые сослужит государству медвежью услугу. Впрочем, к прорывным проектам ведомства Осета и Секешева он также относится с некоторой долей скептицизма. Лучше маленькие заводы, маленькие фабрики, чем громадные гиганты, которыми мы больше увлекаемся. Поэтому я считаю, что надо вообще вот эту форсированную инновационную программу в корни пересмотреть. И надо заниматься реальными вещами, которые реально приносят доход. Между тем, премьер-министр сегодня также раскритиковал программу индустриализации. Он отметил, что нужно тщательно контролировать работу построенных заводов, а к отбору проектов подходить очень жестко, а не просто находить удобные и включать их в карту индустриализации. Акимы будут нести профессиональную ответственность за каждый проект, заявил Серик Ахметов. Булата Белкасимов, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.